Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии с первого тома Добротолюбия. Напомню, в прошлый раз мы говорили о пометозлобии, о том, что человек не прощает обиды, нанесенные ему ближним. Совершенно неважно, кто этот ближний – соседка, продавец в магазине, случайный пассажир в автобусе или самые близкие для меня люди – мой муж, жена, сын или дочь. Мать или отец – это неважно. Важно, что неизбежно, чтобы быть услышанными, надо с ними примириться. И вот эта готовность и способность всегда примириться с нас, опечалившими, оно является непременным условием для того, чтобы быть услышанным в своих молитвах. Вот даже начиная молитвы ко святому причащению, совершенно не случайно туда вставлены стихи преподобного Симеона, нового богослова, суть которых в том, что ты сначала должен примириться с тебя, опечалившими, а уж потом помолиться вот сим образом, с трепетом. Мы молиться любим, мы молиться готовы и вечером, и ночью, и утром. Но каждый раз, встречая в молитвенных текстах, в евангельских повествованиях, в апостольских посланиях, слова о том, что надо простить, мы пропускаем это мимо ушей. Нам это неинтересно. Нас очень занимает, например, замечательная вещь. Вот в этих печенюшках, которые я сейчас куплю в магазине, в них молоко есть или нет? Или вот это загадочное обозначение Е38, оно что означает? Может, мне это не надо есть? Вдруг это меня осквернит как-то? И вот мы сидим в интернете, мы стоим у прилавка, мы рассматриваем, изучаем. Мы делаем все, чтобы только не оскверниться, забывая, что не то, что входит, оскверняет человека, а то, что исходит из нашего сердца. И боль, боль с каждого современного человека в том, что он не слышит, насколько важно примириться, прежде чем быть услышанным. Оттого люди и стянают, и вопиют, хотя на самом деле действительно много молятся, но не слышим. Страдают от того, что не слышим, страдают от того, что Бог не исполняет прошения людей, но по-прежнему не волнуется из-за того, что не прощают, не примиряются с ближним своим. Вот в этом связи обратим внимание еще на 5-й абзац 18-го слова. «Итак, если умягчится сердце твое, и ты сохранишь себя от всякой злобы набрат, то будет тебе милость от Бога. Если же сердце твое лукавое жестоким прибудет к ближнему твоему, то знай, что не пришла еще память твоя пред лицо твое, пред лицо Бога. Не помнишь, Бог, прости мне, я нищ и уничижен грехами, и, пиша сие, стыдом покрываю лицо мое в сердце свое». Мы уже встречали в прошлый раз это изумительное завершение слова Ава Исаия, прости мне, он знает, о чем пишет. Он, ну очевидно, знает это не потому, что он знает Евангелие, хотя, естественно, он его знает, а потому, что он опытом своей жизни вкусил, что медная стена – это образ из книги «Второзаконие», вырастает между мною и Богом, если я жесток к ближнему своему. Да нет, конечно, никто из нас не жесток. Нет, мы просто делаем ему замечания, мы просто говорим ему о недостатках, мы просто выводим его на чистую воду, мы просто обличаем, вразумляем, наставляем. Ну, иногда, ну да, бывает, позлословим немножко, поосудим немножко, но для его же пользы-то ведь в конце-то концов. Разве кто-то считает это жестоким? Конечно, все считают это жестоким, когда все вот это вышеперечисленное, оно относится к нам. Когда нас выводят на чистую воду, обличают, злословят, укоряют, получают, делают замечания, осуждают, вот тогда нам кажется жестоким это. И мы говорим, люди злые, они не умеют прощать, не умеют миловать, не умеют любить. Нет, они просто мерят нас нашей собственной мерой. Как мы относимся к другим, так и люди относятся к нам. И надо научиться вот этой простой вещи умягчить свое сердце, быть готовым примириться, быть готовым смириться перед ближним своим. И тогда мы увидим, как необъятна любовь Божья, как щедр он, как скоро послушлив на всякие наши воздыхания, всего лишь-то надо примириться со своим ближним. Ну, а если не может? Вот человек говорит, я все, вот я стараюсь изо всех сил примириться. Я вроде и молюсь, и молюсь, и молюсь, а вот как только посмотрю на нее или на него, у меня сразу все сердце воспламеняется и возмущается. Не могу простить. Да, это бывает. Бывает это все по той же самой причине. Если у человека было чистое сердце, как мы говорили о том месте Савва и Сави в прошлый раз, если было чистое сердце, и вдруг возникла какая-то обида, неудовольствие, гнев, раздражение, то примириться очень нетрудно, потому что наше чистое сердце стало грязным. Когда на белом платье появляется пятно, это очень неприятно. Его срочно надо отстирать, это платье. И человек тут же пытается это сделать, потому что невозможно. На белом платье серое, черное, синее, красное пятно смотрится отвратительно. И человек делает все, что от него зависит, чтобы снова сердце стало мирным и ровным по отношению ко всем людям. Ищет этой чистоты сердца. А когда мы обижаемся на человека последние 5-7-15 лет, когда мы забыли вообще с чего это началось, когда мы первый раз на него раздражились, первый раз накричали, первый раз осудили, или первый раз он чем-то нас обидел, и мы спокойно легли спать, просто потому что мы тогда, может даже и знать не знали о никаком Евангелии, а может и знали, но знать не знали, что надо прощать, что должно быть чистое сердце. Нам было не до этого, не до того. И поэтому вот это платье, оно стало давным-давно грязно-серым. Даже не черным, на черном пылинке видно очень хорошо. Грязно-серым. И отстирать его уже кажется невозможно вовсе. Легче выбросить. Когда выбросишь это наше сердце. Но мы не видим от того, что на нем еще очередное новое пятно, как не видит кухарка на засаленном переднике, нового масляного пятна, оно незаметно. Уже ничего не касается. И как отстирать? Как отстирать засаленный фартук? Как отстирать дорожку ковровую, по которой прошло полторы тысячи человек, ходило несколько лет? Как это сделать? Конечно, трудно. Конечно, трудно. Но важно понимать вот именно это, что проблема в том, вся моя проблема. Отныне, когда я осознал, что молитвы нет, рассеянность ума, о чем прошу, Бог не слышит, дерзновения нет, и я терпеть не могу своих ближних. Причина одна. Бог тут ни при чем. Виновата мое отношение к ближним. Я давно, очень давно с ними в конфликте. Затяжной, застарелый конфликт, так что сердце уже не воспринимает или воспринимает как просто как ноющую, постоянную боль. Я один, и меня никто не любит. Все живут, каждый по-своему. Я никому не нужен. Это уже изуродованное, искореженное сердце. Честно сказать, я не знаю, что с этим делать. Очень все плохо. Легче бороться было и блести за чистоту сердца. Теперь трудно сказать, с чего начать. Но с чего-то начинать надо. И надо понимать, что причина это в том, что я давно потерял чистые, доверительные, мирные, человеческие отношения с самыми близкими для меня людьми. С самыми близкими. И, конечно, я даже помолиться за них по-настоящему-то не могу, потому что у меня нечистое сердце в отношении их. Но я могу помолиться о том, чтобы Господь очистил мое сердце. И начать хотя бы с маленького. Взять самого близкого человека. И начать молиться о том, чтобы Бог очистил мое сердце и дал мне способность любить этого человека, как я любил его прежде. И по мере нашей молитвы, чем усерднее, глубже и искренне она будет, тем странно, и чем, если человек не перестанет причащаться, то тем чище будет наше сердце. Потом будем молиться за другого человека. Потом за третьего. Пока не примиримся со всеми нашими близкими, пока не увидим снова чистое сердце или хотя бы очищающееся сердце, и вот только тогда, когда оно начнет очищаться, мы можем начать молиться о чем-нибудь другом. А пока, как говорит Абва Исаия, это не имеет никакого смысла, потому что пока мы не примирились с ближними своими, и все остальное не важно. Но для того, чтобы этот медленный, трудный процесс очищения, исцеления сердца начался, нужно понять, что проблема в этом. Нужно понять, что это моя вина, что когда-то давно я поругался с ближним и лег спать, не примирившись с ним, а утром встал и побежал по своим делам, а вечером пришел, да просто мы не разговаривали, не ссорились, нет, просто не разговаривали с ним, на чем разговаривать, вы встали сильно, и снова легли спать, а потом снова на работу. И через неделю такой беготни, мы понимаем, нам приходит такая мысль, как нам кажется, очень правильно, очень светлое, собственно говоря. Да какая разница? Вот. Живем же как-то, прижились, но не разговариваем, но не общаемся с ними. Да о чем с ним, собственно, или с ней общаться? Что, собственно говоря, она или он может мне дать? Так хоть боли меньше. И люди уходят, каждый в свою жизнь, они не разводятся, не расходятся, они просто живут сами по себе. А потом, когда через 15 лет этой жизни кто-то из них придет в храм и начнет молиться, и поймет, что ничего не получается, начнет исповедоваться, и поймет, что на самом деле вот какие-то тяжестные сердца неизбывны, вот тогда он может вспомнить по благодати Божьей, что когда-то давным-давно, он забыл уже когда, он или она поругались со своим супругом, даже забыв из-за чего. Они просто эти 15 лет почти не общаются. Да почти все старые семьи имеют это в той или иной степени. И, конечно, как Богу слушать нас, когда мы не слышим человека, живущего с нами под одной крышей? Не слышим, потому что дела нам до него никакого нет. Дальше мы обратим внимание на 20-е слово, которое состоит из одного абзаца и озаглавлено «О смиренно мудрый». Что есть смирение? Смирение есть думать и себе, что ты грешник, и ничего доброго не делаешь пред Богом. Дела же смирения суть, молчание, немерение себя ни в чем, нелюбопрительность, повиновение, смотрение в землю, имение смерти перед очами, блюдение себя от лжи, непозволение себе в беседах суисловий, противоречие старшему и настояние на своем слове, перенесение положения, ненавидение покоя, понуждение себя к труду и никакого не огорчения. Попекись же, брат, в точности исполнять это, чтобы душа твоя не стала жилищем всякой страсти, и ты не кочил бы жизни своей бесплодно навеки. Аминь. Итак, исходя из Аввы Исаии, что такое смирение? Смирение – это думать, что ты грешник, и ничего доброго, ничего доброго пред Богом не делаешь. Но если мы с первым положением, ну, более или менее согласны, ну, в конце концов, заботливая матушка церковь, она позаботилась о том, чтобы любому человеку об этом напоминать как можно более усерднее, как можно более постояннее, как можно более ярче. Человеку просто вот в церкви живущем трудно забыть о том, что он грешник. Это ему напоминают. И с этим мы еще более или менее согласны. Вот со вторым положением уже совсем не так легко согласны. И у нас возникает очень много вопросов, вопрошаний, смущений. Как это ничего доброго не делаю перед Богом? Я пощусь, это что, никому не нужно? Я молюсь, я в храм хожу, да я причащаюсь каждую неделю. Да ладно, батюшка, каждую неделю, это вы каждую неделю причащаетесь, я каждый день стараюсь причащаться. Как же это ничего не делать? Это не имеет никакого значения. Это не добрые дела? Это все не нужно, что ли, Богу? Как же? А что же тогда делать? Как же я? Я делаю добрые дела. Я вот ухаживаю за этим человеком. Вот, за тем тоже. И вообще милостыню даю. Вот, свечки ставлю. Как же это? Ничего не делаю. Делаю. Пощусь дважды в неделю. Произношу молитвы. Жертвую на храм. На клиросе служу. И, конечно, там человек, навыкший в Священном Писании, он только услышав, пощусь двукрата в неделю, два раза в неделю, он сразу же понимает, о чем идет речь. Человек неначительный в Священном Писании, конечно, подвоха в этом не увидел. Вот, и искренне смущается. Собственно, а что же плохого? Я пощусь в среду и пятницу. Это же хорошие дела. Это же нужно делать. Нужно. Значит, это хорошее дело? Хорошее. Как же вы, в данном случае не я, как же это отец Исаия говорит, что никто ничего доброго не делает. И вот на самом деле мы очень, очень большое значение придаем тому, что мы делаем. Мы очень высоко сами по себе это ценим. И именно гордимся тем, что мы делаем, именно хвалимся тем, что мы делаем. Мы даже можем и исповедь начинать. С того же самого. Мы приходим говорить, батюшка, вот я недавно причащалась, и посты я соблюдаю, и молитвы читаю, только вот есть у меня такая беда. То есть человек начинает исповедь и говорит, в целом я хороший человек. Я очень много чего делаю из того, что надо. Ну вот нюанс маленький, вот закавыка, вот это бы вот не было недостатком у меня, и вполне было бы даже и неплохо жить. Я бы, наверное, ну хоть, конечно, не Серафим Саровский, но все равно же святой Божий человек, потому что вот такие вот у меня грехов-то почти нету, не осталось. Ну вот только рассеяние на молитвы. А так-то ведь больше же ничего нету. Все же хорошо у меня. И человек, это он сам себя убедил. Он сам себя убедил в том, что он делает что-то, и то, что он делает очень важно и внутренне, он этим гордится, особенно, когда он видит, что другие-то этого всего не делают, и он даже с неким радостью, вот, я-то посты соблюдаю, а эти-то нет. Я сегодня молитвы читал, а эти-то нет. Читали они молитвы. Значит, я точно не такой уж плохой человек. Чего уж там Абв Исаия придумывает. Я вполне себе нормальный человек. Он бы на остальных посмотрел. Остальные плохие, а я вовсе не такой уж плохой. И в глубине души мы не только гордимся своими делами, мы и надеемся на них. А значит, мы надеемся и на собственное спасение. То есть, в глубине души мы знаем, что раз мы поступаем правильно, и делаем то, что должны делать, ну, хотя мы и грешники, да, грешники, но Господь же грешников любит. Нас, грешников, Он любит. Это Он тех грешников не любит, которые не постятся и не молятся. А мы тоже грешники, но мы постимся и молимся, поэтому Он нас любит. А раз мы грешники, которых Он любит, то, несомненно, нас спасет. Потому что Бог пришел грешников спасти. Никаких-нибудь там грешников, а вот грешников, которые постятся, молятся и в храм ходят. А не всех прочих там безбожников и грешников, которые не ходят в церковь и не исполняют заповеди Божии, так, как это мы делаем сами. Таким образом, на самом-то деле, мы говорим вроде бы по форме правильные слова. И у нас есть достаточно оснований, чтобы самого себя убедить, что эти слова правильны. А на самом-то деле, мы просто успокаиваем себя, что наши, именно наши грехи прощены, и мы превозносимся над другими тем, что мы что-то делаем. И в результате неизбежно осуждаем их, не замечая при этом, что заповедь Божью мы все-таки нарушаем. На самом деле, не одну. Конечно, не одну. Но мы просто грешники. Ну, подумаешь, осудила кого-то, это ж не важно. Вот, это ж не те, что грехи, как человек, не постится и не молится. А то, что, скажем, за осуждение нас ждет вечная мука, а вот за некоторые другие грехи, может, и не ждет. По крайней мере, в Библии про этом ничего не сказано. А вот за осуждение точно ждет. Потому что, если человек осудил другого, то точно будет осужден. Без вариантов, совершенно точно. И вот всех людей, как будто какая-то пелена покрывает, так, что они думают, именно надеясь на свои собственные совершаемые дела, что они-то хорошие, как и фарисей думал из известной истории, притчи, что они хорошие, а все, кто этих дел, которые мы делаем, вот все, кто этих дел не делают, они плохие. И совсем, совсем, совсем забыты, казалось бы, хорошо известные евангельские слова, что, когда вы сделаете все, что вам повелено, тогда говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, что должны были сделать, то и сделали. То есть, если даже мы, это трудно себе представить, но вдруг мы выполним все, все заповеди, все правила, все нормы, то есть попросу станем святыми, и все, что нужно сделать, мы сделали, так мы всего лишь сделали то, что должны были сделать. Ну вот мы, дворники, должны подмести двор, мы подвели, нет никакой бумажки, нам что, за это орден давать? Мы сделали то, что должны были сделать. Мама родила, четырех детей вырастила, всех устроила, там, замуж выдала, или женила, дала образование, вот, все хорошо, все устроены. Ей награду за это? Ей какой-то титул или сокровище осыпать. Она сделала то, что должна сделать любая мать. Или шофер, который едет по трассе, соблюдает правила дорожного движения, где надо, не обгоняет, где надо, скорость не превышает, все едет, ему в конце, что нужно, героя Советского Союза давать, или орден мужества, он сделал всего лишь то, что должен быть сделать. Вот, на самом деле, это вот таким образом надо. То есть, от того, если даже все мы сделали, все, то и тогда никакой похвалы, никакой награды. Мы всего лишь сделали то, что должны сделать. Если бы не сделали хоть что-нибудь из того, что должны, то нас ждет наказание. Конечно, оно нас не ждет, как бы, потому что Бог милостив, и мы должны помолиться Ему, попросить, Господи, прости, нерадивый я. Он скажет, да прощу, радость моя, прощу. Только и ты прости, пожалуйста, вот того, который против тебя согрешил. Вот, да, простит. Но ведь это, опять-таки, мы должники, получается. То есть, если мы сделали все, то Бог нам ничего не должен. А если хоть что-то не сделали, то мы должны Богу. И получается, что понятно, что все-таки в глубине души каждый понимает, что он делает не все, а значит, что он кругом Богу должен. И вот именно так и получается, что раз смирения в нас нет, то и все дела, которые перечислены дальше у Аввы и Саи, они тоже нам неведомы, и делать их мы не собираемся. Нужно молчать, а мы празднословим. Нужно повиноваться, а мы строптивы. Нужно смотреть, опустив очи долу, а мы дерзко смотрим, прямо в глаза. Мы не боимся никого, мы готовы принять вызов. Нужно, как это говорит Авва и Саи, быть нелюбопрительным, а мы постоянно спорим и прикословим. И ни одного перечисленного дела сделать не можем и не хотим. А почему? Потому что, хотя мы называем себя грешниками, но грехи давно забыли. А телами своими очень в глубине души любим гордиться. Потому и нет нас смирения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова